МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сообщение о возгорании сарая во дворе частного домовладения на улице Кирова, села Гиска, поступило по телефону 101 около 7 часов вечера 3 апреля. Два дежурных расчета ликвидировали пожар в течение получаса. Спасатели уберегли от огня частный дом, расположенный в двух метрах от очага возгорания. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пламя полностью уничтожило деревянную постройку, в которой хранилось сено и початки сухой кукурузы. Также сгорела кровля соседнего сарая, построенного на межевой линии. Очаг пожара находился на территории домовладения, был расположен в хозяйственной постройке. К данной хозяйственной постройке было пристроено здание соседского участка. В результате пожара в постройке произошел переход пламени на соседнее строение, на деревянную крышу. Как было установлено в ходе дознания, причиной пожара стала детская шалость. Две девятилетние девочки и братья семи и пяти лет играли со спичками в сарае. В этот момент в доме находилась 50-летняя бабушка, которая ни о чем не подозревала. Позже дети признались в содеянном. Моя подруга Ева, она взяла спички из дома и хотела показать большой пожар. Не взяла, подожгла. К родителям несовершеннолетних правонарушителей будет применена мера административного взыскания. Сумма материального ущерба устанавливается. Ведется разбирательство. За истекший период произошло два подобных возгорания. Сотрудниками СВПЧ-2 проводятся лекции в учебных заведениях по обучению, предупреждению детей о правилах поведения при пожаре и правилах поведения с огнем. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны к себе и своим близким. Курьезное преступление со значительным материальным ущербом произошло на прошлой неделе в Бендерах. В микрорайоне Солнечный злоумышленники похитили колеса от мусорных контейнеров. Спустя несколько дней одного из них милиционеры задержали на центральном рынке. Мужчина пытался сбыть награбленное. При себе у него имелась сумка с частью похищенного. Оставшиеся колеса были обнаружены у злоумышленника по месту жительства. В ходе проверки было установлено, что к данному хищению причастны двое ранее судимых граждан, один из которых – лицо без определенного места жительства. Похищенные колеса они снимали поздней ночью при помощи гаечного ключа. Похищенные пытались сбыть на территории центрального рынка по цене 5 рублей за колесо с целью того, чтобы заработать себе на выпеке. В настоящий момент оба злоумышленника задержаны и дают признательные показания. Пришли вдвоем, он взял как мусорку, а я встал на полициях. И он откручивал их, те колеса. И домой носили, ко мне домой приносили. Похищенное имущество изъято. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Факт незаконного оборота наркотиков выявили сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 марта. Находясь в доме по улице Калинина, милиционеры ощутили запах ацетона. Он доносился через приоткрытую дверь квартиры, где шел ремонт. Войдя внутрь, сыщики задержали мужчину, который разливал из кастрюли по бутылкам коричневую жидкость. Задержанным оказался ранее судимый 34-летний житель города. Входную дверь в квартиру 51-летней бендерчанки он открыл ключом, переданным ему сыном хозяйке. Незваный гость сознался, что в чужом жилье он изготавливал раствор опия. Изъятая посуда и иные предметы направлены для проведения специальных экспертиз. По данному факту ведется дознание. С наступлением весны милиционеры-экологи начали работу по выявлению захламленных участков города. Очередной рейд прошел накануне. Сотрудники экологической милиции выявили несколько случаев несанкционированного размещения бытовых и строительных отходов на улицах Заводской и Пионерской. Этот хлам выносят с близлежащих огородов. Этим гражданам на свалке приглянулись мешки, чтобы их наполнить мусором с участка и вновь вынести сюда же. Я сюда ничего не выношу, но нечего ничего выносить. А соседи все-таки выносят? Ну, кто-то выносит, но не... Попадались соседи ваши, которые выбрасывали? Нет, потому что попадались, они очень мало выносили. А много? Многие вот отсюда. Вот я вот утром, видите, вот вчера вечером ушел, этого не было. Свалки образуются стихийно. Стоит кому-то оставить пакет или мешок с отходами, и вокруг уже груда. Выявить нарушителей не так уж трудно. Вот, например, школьные тетради могут многое рассказать о том, кто поленился вынести пакет к ближайшему контейнеру. Данная несанкционированная свалка мусора находится по улице Пионерской, напротив дома 27, на квартирного. На данной свалке мусора на позапрошлой неделе было составлено три административных протокола за выброс мусора в неустановленных местах. А это пустырь на месте небезызвестного лагеря Солтес. Сюда годами вывозится строительный мусор. В последние годы, благодаря усилиям экологов и госадминистрации, его стало значительно меньше. Старые ламповые телевизоры, стекло, гипс и железная арматура. Чтобы вывезти строительный мусор, есть специальные службы. Но из экономии граждане прибегают к незаконным методам, захламляя участки подальше от глаз окружающих. Сотрудниками Управления внутренних дел города Бендера вставляются административные протоколы по статье 6.22 КОАП ПМР. Нарушение правил благоустройства города населенных пунктов. Данные административные протоколы направляются в рассмотрение и принятие решений на административную комиссию города, где решением административной комиссии назначаются санкции в размере от 20 до 60 румы ЗП. Это от 384 рублей до 1104. Это санкции за выброс мусора в неустановленном месте. С владельцами частных домов и огородных участков милиционеры-экологи постоянно проводят беседы. На нарушителей составляются административные протоколы. Так, 14 апреля на комиссии в адрес нерадивых граждан будут вынесены штрафные санкции в размере, установленном законодательством. Тираспольский юридический институт МВД ПМР проводит набор абитуриентов научную форму обучения по специальности правоохранительная деятельность. В распоряжении курсантов учебная база семи кафедр, криминалистическая лаборатория, компьютерные классы, общая и специальная библиотеки, спортивный комплекс, классы по огневой и автомобильной подготовке. Высшее юридическое образование по программам государственного стандарта третьего поколения. Обучение бесплатно. За справками обращаться в органы внутренних дел по месту жительства или по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 95-9. Телефоны для справок 532-40-507-33. Официальный сайт института www.qepmr.idconet.com. Редактор субтитров А.Семкин